Последний весенний месяц принес криминальному миру череду событий. Новые аресты и обвинения, новые смерти и приговоры. Близится лето и время покажет, будет ли в сезон отпусков затиши в криминальном мире или же наглянут новые сенсационные события. 26 мая произошел серьезный поворотный момент в судьбе еще одного известного российского вора в законе Олега Пирогова, циркача. В тот же день, когда его другу вынесли приговор, Олег был выдан Польше российским силовикам. Циркач находился в международном розыске, его обвиняли в обладании высшим воровским титулом, а также подозревают в заказных убийствах. Пирогова подозревают в участии в убийстве своего криминального конкурента Юрия Лохматова в 2006. Также половина воровского мира уверена, что именно он заказал устранение своего приятеля Вадика Иваненко, которому Шакру Молодой вынес приговор. 26 мая Виктору Жаринову Цезарю был вынесен приговор. Его обвиняли в соучастии в похищении человека, а также в обладании высшим воровским статусом. В совокупности, авторитет получил 10 лет тюремного заключения в строгом режиме и 2 года ограничения свободы. Кроме того, он обязан будет выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. Приговор пока что не вступил в свою силу. Это первый в судебной истории Нижнего Новгорода приговор по антиправской статье. Жаринов был задержан в Таллине в декабре 2019, поскольку находился в международном розыске. После этого он был выслан в Российскую Федерацию и направлен в Нижний Новгород. По данным следствия, весной 2013-го Цезарь стал вором в законе. Занимая это положение, он организовал множество тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, его обвиняют в похищении двух предпринимателей из Ульяновска, которых удерживали с целью заставить переписать на бандитов коммерческое предприятие. 25 мая стало известно о новой судебной тяжбе с участием вора в законе. Ахмед Явлоев, он же Ахмед Сутулый, подал иск против Минфина и запросил денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей за 17 дней, проведенных в СИЗО, которые по его подсчетам были лишними. В настоящее время в СИЗО авторитет пребывает в рамках заведенного против него дела по антиворовской статье, а ранее он туда попадал по обвинению в хранении наркотиков. Вину Явлоев не признает. Пока проводились следственные действия, стало ясно, что авторитет провел в СИЗО несколько лишних дней. Во время первого ареста три дня, а во время второго еще две недели. Ахмед Сутулый – единственный признанный вор в законе в Ингушетии. 22 мая ушел из жизни в Северной Осетии Эльбрус Гагичаев. На момент смерти ему исполнилось 85 лет. В последнее время старейшина воровских традиций долго и тяжело болел. Родился Эльбрус в Арджоникице. Восемь раз был осужден по разным статьям. От бандитизма и убийства до хулиганства и кражи. Последняя судимость авторитета догнала в Москве в 1981. Его приговорили за хранение наркотиков. Чаще всего абуз оказывался в тюрьмах республики Коми. Вместе с ним ушла из жизни целая прияда старейших северокавказских воров в законе. Он был ее последним живым представителем. Самыми старыми ворами в законе теперь остаются Дертон, проживающий в Санкт-Петербурге, и Давид Пахуридзе, Минага, проживающий в Москве. Снайпер застрелил племянника первого абхазского президента Кемала Ардзинбу. По косвенным данным он был связан с местным криминальным миром. Информация о стребе пришла в полицию вечером накануне. Прибывший патруль обнаружил раненого и вызвал скорую. В больнице, куда доставили Ардзинбу, врачи ничем не смогли помочь. Было возбуждено дело, киллера пытались перехватить. Известно, что племянник президента имел определенный вес среди местного криминалитета, хотя статусом законника все же не обладал. Считается, что его убийство стало своеобразной местью за расстрел в 2019-м других известных абхазских воров в законе Астика и Хасика. Племянник Владислава Ардзинбы, бывшего первым президентом республики, считался его прямым наследником, поскольку у него не было сыновей. Он занимал соответствующее положение в семье. В 2004-м Кемала Ардзинбу уже пытались убить. Как стало известно, 18 мая в медицинское отделение матросской тишины из СИЗО-4 поступил известный законник Александр Окунев. Огонек. Причина послужила состояние здоровья, вызванное голодовкой. Таким образом, криминальный авторитет протестует против незаконного, по его мнению, заведения на него дела. Задержан Окунев был в ноябре 2018-го в Балашихе. Его обвинили в незаконном обороте наркотиков и приговорили к 10 месяцам заключения. Уже после объявления приговора последовало новое обвинение по антиворовской статье. Окунев не признает своей вины. Он заявил, что никогда не был законником и не занимал руководящего положения в криминальных структурах. Но дело уже дан ход, и в самое ближайшее время оно будет передано в суд. Поэтому авторитет выбрал голодовку в качестве последнего инструмента воздействия на правоохранительные органы. До вступления в силу антиворовской статьи отказываться публично от титула считалось страшным преступлением воровской среде. Однако сейчас это правило изжило себя, и недостойным поступком такое не считается. Уроженец Ленинграда, родившийся в 1962-м, Окунев был коронован в 1994-м, известными законниками Сашей Севером и Осетриной Старше. Следует воровским традициям, обладает авторитетом в воровской среде. Один из ближайших к нему воров Юрий Пичугин был судим 10 раз, к своим 58 годам больше 30 лет провел в тюрьмах. Во время отсидок исполнял обязанности смотрящего. 14 мая вышел на свободу Олег Шохелев, когда-то состоявший в ОПГ «Общак», организованным дальневосточным законником Джемпом. Его знали в криминальном мире под кличками Леший, Пенсионер и Малек. Он отсидел в колонии долгих 16 лет. На свободу авторитет вышел в Самарской области. В настоящее время ему уже 46 лет. Шохелев был из самого младшего поколения воров в законе «Общака». Он был одним из приближенных к Васину, который сам стал вором в законе в 1986. После этого он создал мощную группировку «Общак», которая орудовала на Дальнем Востоке. В состав банды входили преимущественно выходцы из Комсомольска на море, особо преданные ему. Шохелев был привлечен к ответу в 2005-м вместе с другими законниками – Сахновым и Симакином. Их судили по статье за организацию преступного сообщества. 10 мая новости пришли истории сканталии, где еще один криминально авторитет делит имущество со своей бывшей девушкой. В отличие от пары Марии Максаковой и Владимира Тюрина, здесь нет детей и громких публичных заявлений. Но страсти также накаляются. Юлия Волкова, когда-то состоявшая в отношениях с законником Георгием Зарандии, Геогальским, попыталась заставить его покинуть совместно нажитую ими квартиру в Анталии. Для этого она наняла чеченских коллекторов. Они позвонили Зарандии по телефону и стали угрожать. Для чеченцев статус вора в законе мало что значит. Поэтому авторитет взял паузу на размышления и пока что заблокировал телефон. Одновременно с наездом посланников бывшей пассии, Геогальский разбирается с еще одним более серьезным противником. У него развивается конфликт с зугдитскими ворами в законе из клана Джингвиладзе. Он попытался зайти на территорию авторитетов Гебуадзе и Маргии, заинтересовавшись строительством глубоководного морского порта на территории между зугдитским и гальским районами. Но оттянуть на себя край одеяла у Зарандии не вышло, не хватило влияния. В Армении была раскрыта целая преступная группировка, полем для деятельности которой стали тюрьмы и колонии. Как стало известно, 7 мая был арестован главарь и руководитель ОПГ Жирайр Брутян, Жирышу Мянский. По данным Генеральной прокуратуры, его группировка орудовала в исправительных учреждениях Нобарашин и Армавир. Следствие выявило по меньшей мере трех смотрящих среди заключенных. В их обязанности входила организация сбора денег разными способами, включая втягивания других заключенных в азартные игры. Процесс над Александром Вершининым и адвокатом Алексеем Добрыниным, девелопером, вымогавшему у известного криминального авторитета внушительную сумму 300 тысяч долларов, 6 мая вдруг повернулся и пошел по новому руслу. Уже получивший свой приговор за участие в этом деле, Владислав Шиповалов, бывший работник МВД, дал показания во время судебного заседания. По его словам, адвокат Вершинин о подоплеке Аферы ничего не знал и его просто использовали. При этом любопытен факт, что и сам вор в законе Вася Воскрес отказался от каких-либо материальных претензий к адвокату, о чем заявил его представитель в суде.